Вернемся к коммунальным проблемам. В Могилеве на сегодняшний день законсервировали более 700 мусоропроводов. Областной центр – единственный населенный пункт в области, где такие еще сохранились. Например, Бобруйск избавился от систем мусороудаления, так официально называют мусоропроводы, еще полтора года назад. В Могилеве финишную черту планируют подвести в 2018 году, расскажет Татьяна Ларина. Мусоропровод в доме Елены Максименко заварили в этом году. Часть жильцов была за, часть против. Спорили, а теперь мнение однозначное. Ну вот видите, отлично стало, чистенько убрано, заварили, убрали, все привыкли. Ходим, носим мусор мешочками каждый день. Чем удобно? Нет тараканов, нет муравьев, нет вони. По сути, плюс у мусоропроводов всего один – удобство. Минусов куда больше. Основная проблема – грязь в подъезде. Я спускаю, здесь всегда мусор, здесь всегда грязь, вонь. Поэтому мы неоднократно обращались, но я не знаю, заварят или не заварят, но мы хотели бы. Придется подождать недолго. Например, в Ленинском районе Могилева осталось законсервировать одну пятую часть от всех имеющихся мусоропроводов. А в жировках это отразилось? Стали меньше люди платить? В жировках это отразилось, они на сегодняшний день уже не платят, как пользование мусороприемными камерами. То есть они весь мусор, который не скапливают, сносят на контейнерную площадку. Правда, с контейнерными площадками повезло не всем. Во дворе многоэтажки по проспекту Димитрова таковой не наблюдается. Хотя мусоропровод заварили. Контейнеры как стояли возле подъездов, так и стоят. А мусора за выходные не собирается, вы сами видите сколько. Местным ЖЭО разъяснили, в этом дворе установят заглубленные контейнеры, чтобы избавиться не только от запаха, но и от назойливого воронья. А это не быстро и не дешево. Во многих странах, Канаде, Германии и Японии мусор собирают по видам. В Японии даже дети знают, что каждому мусору свой бак и свой цвет. Из отходов японцы извлекают два десятка видов сырья, которое перерабатывается, а мусор, который сжигается, дает тепло для цветочных теплиц. Французы на мусорные баки крепят чипы, с помощью которых службы узнают, заполнен ли бак. По этим сведениям мусоровозы корректируют свой маршрут и таким образом оптимизируют время и силы. Бразилия – мировой лидер по полезной переработке бытовых отходов. Здесь поступают так. За шесть пакетов мусора дают один пакет с едой, поэтому к мусорной проблеме подключены все, даже беднейшие слои населения. В Америке мусор собирают в пластиковые пакеты. Их выносят в контейнеры и уже потом специальные службы сортируют их содержимое. Например, из переработанной бумаги делают блокноты с надписью «Ресайклинг». Сделано из отходов. Тем временем в Могилеве прекратили строить жилые дома с мусорокамерами. Последний дом, который мы построили, это был на спутник, спутник 26. Исключая мусоропроводы, становится чище в подъезде – это раз. Второе – стоимость квадратного метра дешевле. А еще коммунальная служба надеется, что не сваливая мусор в общую трубу, мы все-таки научимся собирать его раздельно.